Видите, вы видите статистику по не сырьевому, не энергетическому экспорту, то есть не нефть и газ, а товары. Мы видим, что этот график находится где-то в районе 130-125 миллиардов долларов в год. Мы изучили послание президента Российской Федерации 2018 года, где он поставил задачу 2024 году вырасти в два раза. Вырасти в два раза. Задача достаточно амбициозная. Мы, с одной стороны, находимся на рынке Соединенных Штатов, с другой стороны, мы находимся в России. Мы российская компания. И мы стали изучать этот вопрос, как построить этот рост. Сначала мы посмотрели, что экспортируется. Обратите внимание, да, конечно, мы видим нижнюю строчку, минеральные продукты, самая большая доля экспорта. В общем объеме. Но если посмотреть на динамику прироста, мы видим, что текстиль и продовольственные товары прирастают самыми-самыми высокими темпами. И мы поняли, что нужно, нужно решение. Нужно решение для товаров из России и стран СНГ. Нужно помочь им выходить на американские рынки. Сначала мы построили модель выхода оффлайн. Мы сделали несколько кейсов, но я в какой-то момент понял, что эта модель не системная. Это точечное решение. Это всегда точечное решение. Оно нужно было предоставить простую, универсальную, быструю модель. Сегодня я вам о ней расскажу. Мы начали изучать онлайн рынок. И увидели, посмотрите на графику, что онлайн рынок, его доля от количества общих продаж растет. В 99-м году всего 0,6% от общего объема продаж составляли онлайн продаж. В 2019-м это уже 10%. Надо входить в растущие рынки. Надо входить туда, где идет рост. В оффлайн рынке, в классических магазинах. Стагнация. Онлайн рынок растет. Мы изучили топ-10 компаний на американском рынке, которые продают. И как вы думаете, какая самая большая? Посмотрите на графику. Кто-то считает, что Apple, да? Посмотрите на статистику. 3,8% Apple. 47% рынка – это Amazon. 47% рынка. Попадая на эту платформу, вы получаете доступ к половине американского рынка. Amazon сегодня – это, как я сказал, половина американского рынка. 310 миллионов активных покупателей. 18 стран мира. То есть, попадая на эту платформу, вы имеете возможность продавать в 18 странах мира свой товар. 90% карточных данных всего населения США хранится на этой платформе. Представляете, какой колоссальный ресурс предоставляет вам этот инструмент. Первый вопрос – подойдет ли ваш товар для американского рынка? Обратите внимание на самые популярные категории. Я проведусь по некоторым из них. Одежда, обувь, ювелирные украшения. Товары для дома. Книги, электроника. Товары для спорта. Кто-то уже нашел себя здесь? Поднимите руку. Поднимите руку, да. Я вижу. Раз, два, вижу. Прелесть онлайн-платформы заключается в том, что вам не нужно вставать на полку и конкурировать с известными брендами. Это диджитал инструмент, в котором вы можете продвигать свой товар одновременно с крупными международными брендами. И такая возможность есть у любого товара из любой страны мира. Самое важное, что Amazon – это big data, так называемый. Это большой массив данных. Когда вы выходите офлайн, у вас нет возможности дистанционно пощупать рынок. Можно делать исследования, изучать, смотреть, что продается. Amazon – это огромный массив данных. И у вас уже сегодня есть возможность получить такие данные, как объем продаж вашей ниши, динамика цен, что происходило с вашей категорией товаров. Вы можете рассчитать заранее затраты на маркетинг, оценить спрос на свою продукцию. Вы можете оценить средние продажи одного продавца. То есть реально изучить своих конкурентов, увидеть, сколько они продают. Вы можете проанализировать популярность вашего товара. Огромное количество параметров вы можете изучить уже сегодня. Позже мы с вами детально обсудим, как это делается. Я расскажу вам чуть позже. Итак, обратите внимание на счет два параметра – операционные затраты конкуренции. Да, это можно сделать. Открытая информация. И она сегодня есть у каждого из вас. Сейчас я покажу вам коротко схему запуска ведения бизнеса на Амазон. К сожалению, у меня нет сейчас времени обсудить с вами этот формат в деталях. Но если у вас есть желание, кто хочет узнать подробно, поднимите руки. Кто хочет узнать подробно. Я приглашаю вас сегодня на третью сцену. На третью сцену. В 16.30. В 16.30 я выступлю там с подробным выступлением, где мы в деталях пройдемся по всем пунктам. Я расскажу о том, как любому товару из России и страны СНГ выйти на американский рынок вот по этой схеме. Изначально мы создали компанию, которая оказывала услуги в сфере консалтинга. То есть мы помогали просто на этих этапах предпринимателям, которые сами пытались что-то делать. Но в какой-то момент я понял, что мы должны предоставлять платформу. И мы эту платформу предоставили. Мы создали компанию «Синержа Глобал Трейд», которая оказывает полноценный комплекс услуг. Мы предоставляем платформу с своими складами, компаниями, юристами, бухгалтерами. Но речь сейчас не об этом. Мы просто с вами поговорим подробнее, как это работает. Я вам хочу показать простой и понятный кейс. Многие считают, что невозможно выйти на рынок, потому что огромная конкуренция. Потому что непонятно, что продавать. Потому что наши товары никому не нужны. Нет, это не так. Я вас заверяю. Наши товары нужны на американском рынке. Поверьте нашей практике. Обратите внимание на этот кейс. Вы посмотрите внимательно. Это кейс одного из наших клиентов. Компания «Союз Полимер». Сегодня представители этой компании и наши клиенты присутствуют в этом зале. Я вас приветствую со сцены. Эта компания, кстати, один из крупнейших производителей полиэтиленовой и гибкой полимерной упаковки в России. Крупный, огромный завод в Челябинской области. Не побоялись выйти на американский рынок. Компания, которая в общей степени сложности работает в B2B, вышла в B2C с простым продуктом. Это скатерти для детских столиков, которые можно раскрашивать. Понимаете, да? Ребята производят полимерную продукцию. Они подумали, как можно взять товар, адаптировать для американского рынка. Дети, праздник, дни рождения в США, все рисуют. А тут отличная возможность и за стол сесть, и порисовать. Так вот, что я вам хочу сказать. Мечта каждого продавца в онлайн, особенно на платформе Амазон, стать бестселлером. Что это такое? Когда вам говорят, что в вашей нише вы номер один. Когда вы примерно двадцатитысячный, это очень хорошо. Это суперхорошо, значит, вы хорошо продаетесь. Но если Амазон ставит вам метку хэштег «один бестселлер», то вы лучший товар в этой нише. Прошло шесть месяцев с момента запуска продаж, и Союз Полимер получил такую метку «нумер один бестселлер» в своей категории в США. Давайте поаплодируем, это российский товар, российский товар из Челябинска, стал бестселлером в этой категории. Конечно, у нас с коллегами большие планы. Амазон – это не весь американский рынок, хоть и по половинку. Это стартовая площадка. И дальше мы будем использовать успешный кейс, успешный кейс выхода в бестселлер для того, чтобы дальше поставлять товары этой компании на американский рынок. У нас есть, как говорят в Америке, трекшн, подтверждение результата. И каждый из вас может подтвердить результат и может сделать то же самое. Так вот, давайте еще раз договоримся. 16.30, третья сцена. Я приду и пошагово расскажу вам о том, как выводить товары в онлайн и что делать дальше. А пока в завершении выступления, вспоминая лозунг сегодняшнего мероприятия, словно «Большая цель достижима», скажу, что мы себе тоже поставили большую цель. Кто вот знаком визуально с этой кепкой? Кто поднимите руку знает, что это такое? Поднимите руку. Да, и эта кепка использовалась в компании одного из президентов, предвыборной компании. Так вот, мы себе поставили большую цель. Make Russian goods, great again. Сделать российские товары снова великими на международном рынке. Кто готов к поднимите руку? И чтобы это не было просто словами, чтобы это не было просто словами, мы решили объявить конкурс. Мы бесплатно выведем пять компаний на американский рынок. Пять компаний мы выведем бесплатно на американский рынок. Те товары, которые мы отберем. Я предлагаю вам принять участие. Мы решили внести в свой вклад. В свой вклад в популяризацию российских товаров на рынке СССР. Переходите на наш сайт, оставляйте заявку. Мы рассмотрим все заявки с форума, отберем пять лучших компаний, и окажем вам бесплатные услуги по выходу на американский рынок. Договорились? Спасибо, друзья.